Есть очень много вопросов в автозвуке. Молодцы, что пишете, вы красавчики. Сабы все классные, нужен к ним подход. Но вообще-то я люблю басы. Я люблю басы. Ребята, лучше те динамики, на которые вас хватило денег. Шучу. Дедушка Виталий Ростов-на-Дону. Сам бубен, сам буфер. Если идет запах, идет дым, скорее всего, ваша катушка перегрелась. Это можно назвать мужской мягкой игрушкой. Павел Челябинск. О, с нашего города. Автозвук это огромнейшее увлечение, все очень интересно и классно. Друзья, всем привет. Вы находитесь в магазине Автокаста. Придумали новую рубрику, наверное. Так как мы рассказываем про тусовки автозвука, проекты. Будни у нас есть, кстати. Рекомендую смотреть наши будни. Реально, мы снимаем все, что мы делаем в магазине. Это очень интересно смотреть. Вы прям погружаетесь в атмосферу. Показываем какие-то машины, свои машины, проекты. Делаем подборки. Но сегодня мы, наверное, сделаем так, типа, ответы на вопросы. То есть у нас будет сегодня такой пробный экспериментальный вариант. То есть есть очень много вопросов в автозвуке, как в любой другой теме. В автозвуке постоянно пишут разные вопросы. Понимаю прекрасно, потому что когда мы каждый день этим занимаемся, а кто только начинает, есть много разных вопросов. Сегодня постараюсь зачитать некоторые вопросы, ответить вам на них. И если вам понравится, обязательно ставьте лайки на это видео, пишите комментарии, репостите, рассказывайте друзьям, что посмотрели. И в комментах пишите вопросы. Мы постараемся в следующем видео уже сделать более подробно. Выберем самый лучший ответ и сделаем. Ребят, давайте поехали. То есть первый вопрос. То есть я зачитываю те вопросы, которые пишут нам в группу ВКонтакте, на почту. В комментариях редко на самом деле вопросы пишут обычно какую-то фигню. То есть я вот удивляюсь, причем всем пишут фигню, кто снимает видео. Молодцы, что пишете, вы красавчики. Первое, поехали. Как подобрать короб для сабвуфера? Сергей Саманжелинска задал такой вопрос. Ну, первый такой, наверное, простой важный ответ. Диаметр отверстия короба должен совпадать с посадочным диаметром сабвуфера. Если у нас есть размер посадочного саба, то он должен входить в короб. Если по-честному, смотрите, подобрать короб для сабвуфера как таковой можно, как бы примерно. Все-таки нужно смотреть литраж, тот объем, который нужен коробу. Но если у вас сабвуфер мощный, там от 2 кВт, то я рекомендую обратиться к нам. Степан занимается расчетами. Мы посчитаем вам короб под усилитель, под ваш багажник и даже его соберем, сделаем. От короба очень многое зависит. Реально от настройки, короба от сборки. Потому что эффективность сабвуфера, короб очень много чего решает в этом. Это прям важно. Поэтому просто так бывает, ребята купят короб, несоответствующий сабву, и саб не играет. Они говорят, саб плохой. Саб не плохой. Сабвы все классные, нужен к ним подход. Дальше поехали. Какие динамики я люблю? Михаил, Станица Голубицкая. Так, я подразумеваю, что это герц. 16-й, а *** герц. Но вообще-то я люблю басы. Я люблю басы. Басы это отлично. Следующий вопрос. Что лучше, 16-й или 20-й динамики? Вот Станислав, поселок Муслюмова. Муслюмова. Ребята, лучше те динамики, на которые у вас хватило денег. А если серьезно, личное мнение, каждый должен попробовать и то, и то. Но если мы говорим о установке дополнительных подиумов, то я вам рекомендую обязательно приобрести, попробовать динамики 20-й, это 20 сантиметров, 8 дюймов, или 25-й. Поверьте, удовольствия от них получите больше в повседневной эксплуатации. А 16-й динамики обычно используют те, кто ставит их под обшивку. Если, говорю, уже намерены сделать подиумы и немного изменить вашу обшивку, смело выбирайте, делайте подборочку на 20-х динамиках. Чтобы грамотно подобрать, пишите нам в группу или делайте подбор автозвука, мы вам там подберем в ваш бюджет самую интересную подборку. И подиумы у нас, кстати, есть. На любой автомобиль мы делаем подиумы. Мы одни, мне кажется, в России, кто делает столько подиумов и под все машины. И причем мы не продаем подиумы, мы сначала подбираем аудиосистему, а потом под нее изготавливаем подиумы. Это очень круто. Вы не покупаете сначала деревяшку, а потом уже акустику, которая влезет, а вы покупаете музыку, и потом уже подиумы, в которые это все поставим. Это вот так. Так, дальше. Продолжаем разговор. Как подобрать акустику? Максим Каменск-Уральский. Если кто-то выкинул акустику, то не стоит ее подбирать, Максим. Это важно. То есть, если вы хотите подобрать, это одно. Шучу. Тут надо понять, к чему подбирать. В зависимости от ваших предпочтений, автомобиля, усилителя и так далее. Подбор вообще аудиосистемы, это, мне кажется, одно из направлений вообще автозвука, потому что я вот сейчас автозвук разделил, вы видели ролик, в котором рассказывали, что такое культура автозвука для меня. И вот подбор автозвука, это вообще одно направление, потому что важно выяснить у вас, что вы хотите, какой у вас бюджет, как долго вы собираетесь этим пользоваться и так далее, и так далее. Много очень вариантов. Поэтому подобрать акустику необходимо именно с профессионалами. Вы можете обратиться к нам, оставить подбор, или приехать в магазин, любой, который есть у вас в городе, и обязательно с ребятами об этом поговорить. Нужно сначала пообщаться. И чтобы ребята поняли, что вы хотите. Тогда вы не разочаруетесь. Зачем ставить усилители? Дедушка, дедушке, даже дедушке пишут комментарии. Дедушка Виталий Ростов-на-Дону. Ну, скажу так, усилитель можно ставить за спинкой сиденья, можно ставить вместо запаски, можно ставить под сиденье. Это вот, в принципе, три варианта, если у вас не демокар. А вообще, если серьезно, усилитель дает нам раскрытие потенциала акустики. То есть мы получаем чистоту звука, громкость, и, соответственно, в принципе, все. Он так и называется. Усилитель уровня громкости, да, то есть в автомобиле. Вот эти вещи нам дает усилитель. А есть варианты использования аудиосистем без усилителя, есть с усилителем, но, конечно, с усилителем получается громче. Если это еще и усилитель хорошего качества, то и красивее звучит система. Поэтому каждому рекомендую не, как сказать, делать ошибку, ставить акустику в штатные места, а все-таки подобрать ее с учетом усилителя. Эффект получите в несколько раз больше. Потому что были случаи, когда мы просто меняем штатную акустику, эффект вот настолько, настолько лучше. Но с усилителем это сразу чувствуется, сразу слышно. Так, жена Володи спрашивает, как отучить мужа вкладывать деньги в автозвук. Вот отвечаем Володе. Ты хорошо подумал, прежде чем на ней жениться? Это самый главный вопрос, нужно задать. Если ты автозвукер, то при моменте свадьбы, моменте выбора своей половинки, я бы рекомендовал все-таки, наверное, выбирать девушку, которая разделяет с вами это хобби, или отказаться от него. То есть, или выбрать девушку. Потому что у нас встречаются разные пары. К нам приходят ребята, которые оба в автозвуке. Ребята, даже некоторые пишут, что супруга так понимает мужа, она ему рекомендует взять более интересную продукцию, более лучший товар, даже магнитола там не дешевая, а подороже. А некоторые женщины сами балдеют от автозвука. У нас есть парочки ребят, которые прям вместе на саревы ездят и так далее. Но есть и обратная сторона. Есть ребята, которые приходят, втайне от жены покупают музыку, ставят ее, пытаются как-то из бюджета вырвать деньги, но при этом вторая половинка не разделяет. Как это должно быть, не знаю. У каждого мужика, я считаю, должно быть хобби, на которые он вкладывает свои деньги. Это хобби должно, как минимум, ему не должно быть препятствий. Не то, что поддержка, но препятствий быть не должно. Тогда мужчины будут в семье, в отношениях раскрываться, они будут любить своих половинок и как бы делиться с ними даже какими-то достижениями. Для чего нужен профессор? Андрей студент Санкт-Петербург. Если Андрей ты в институте, то для передачи вам своих знаний нужен профессор. Профессор, конечно, лапух, аппаратура при нем. Если вы про автозвук, то это называется правильно процессор. Вот тут мы как бы приходим к тому, когда неправильно называют какие-то элементы автозвука. Это смешно, конечно, да, но такое бывает. Бывает сам бубен, сам буфер и так далее. То есть вот всякие разные. Процессор, ребят, звуковой процессор рассказывал эту историю. Мы пришли к тому, что раньше звуковой процессор это был, наверное, предел мечтаний многих автозвукеров. Их было очень мало, они были очень дорогие. То сейчас процессоров много и, по сути, его основная задача это позволить нам настроить нашу аудиосистему, как мы хотим. То есть получить звук не только слева или только справа, и сап только сзади, а сделать так, что наша аудиосистема играла впереди нас, как будто мы находимся на каком-то концерте. Где-то находимся, закрыв глаза, мы можем слушать музыку. Также это устройство позволяет нам с одной и той же акустики получить разное звучание. То есть одна и та же акустика может играть по-разному компоненты. И вот процессор позволяет нам ее настроить для жанра с гитарой, допустим, для жанра с электронной музыкой, жанра с барабанами, жанра с вокалом с хорошим. То есть процессор позволяет из одной и той же аудиосистемы сделать несколько подборок, несколько таких решений, которые при переключении режима вы можете слушать. Это реально класс. Сейчас процессоры доступны, я рекомендую вам их обязательно попробовать. Увлекся автозвуком и не знаешь, с чего начать? Посмотрел кучу видосиков, поездил на соревнования, но ничего не понятно? На сайте автокаста.ру есть бесплатный подбор автозвука. Заполняйте форму на сайте, мы вам позвоним и сделаем очень классный подбор автозвука именно в ваш бюджет. Лучший подбор автозвука на сайте автокаста.ру. Почему воняет саб? Костя, Нижний Новгород. Ну, Костя, я рекомендую саб слушать, а не нюхать. Это первое, да? Ну, а если честно, сабвуферы пахнут по нескольким причинам. Да, то есть запах идет. Во-первых, лак нагревается при нагреве, он издает какой-то запах. Были такие сабы, давно я помню, это Ганнибал FX 3038, 12-15, которые все время своей эксплуатации при нагреве у них был запах. Это не значит, что они выходили из строя, они не перегревались, но запах был. Если идет запах, идет дым, то стоит вырубить аудиосистему и посмотреть. Скорее всего, ваша катушка перегрелась. Перегревание катушки может быть по причине неправильной эксплуатации. В основном, это самая главная причина. Из-за брака катушки только могут при начальной, как сказать, запуске системы размотаться. Ну, то есть, если катушка плохо намотана, неправильно, но это только в начале. Если у вас система работала-работала, а потом как-то завоняло, произошел запах, то, скорее всего, надо правильно эксплуатировать вашу аудиосистему. Так, как обычно, с сабами все отлично. Почему у вас в России ездят эскалейды без сабвуферов? Стив, США. Отвечаем, потому что тачка куплена в кредит в основном, и на музыку не дают кредит. То есть, пока первый не загасишь. Это ответ Стиву. Если честно, в разных странах по-разному эксплуатируют. Обычно джипаки, вот я, по крайней мере, слежу за иностранными автозвукерами, то есть, у них реально джипаки, это Тахо, эскалейды. Это такие машины мощные, большие, в которых реально собирают такие крутые системы. У нас в России много ребят. Но вот у нас проект это 11, более простой народный автомобиль. Хотя в России достаточно ездят и таких здоровых броневиков, здоровых автомобилей. Ну, пока еще просто не так доступно. То есть, если бы у нас бушные тачки стоили большие, недорого, скорее всего, мы в них собирали. Но мы в наших реалиях, и 11 для нас это с 8 пятнахами, это один из лучших проектов. Как проверить мощность усилителя? Костя Краснодар. Для начала нужно прочитать, что написано на коробке. Вообще, мерить мощность усилителя, скорее всего, сейчас в данных реалиях не стоит. Объясню, почему. Потому что каждый производитель, по сути, пишет честно. Почему? Потому что сейчас есть очень много экспертов, таких как Константин РДВВ, кто мерит усилитель. И много других ребят, кто мерит реальную мощность. Поэтому, если производитель на коробке укажет неверные данные, то для пользователя это будет максимально быстро известно. И уже этот усилитель покупать не будет. Поэтому все параметры, которые сейчас пишут производители на своих коробках, им, в принципе, можно доверять. С небольшой погрешностью. Поэтому, выбирая усилитель нужной мощности, просто смотрите на те параметры, которые заявляет производитель. И там будет максимально все приближено к тому, что бы вы хотели. Где купить мягкие игрушки? Анжела Екатеринбург. Очень хороший вопрос. Анжела, видимо, так называет сабвуферы. И купить их можно в любых магазинах автозвука. Если честно, мы возьмем ту составляющую, которая является таком ходом, что создает движение. Это сабвуфер его губа. И можно его назвать реально мягкой игрушкой. Потому что усилитель не назовешь мягкой игрушкой. Динамик тоже. А саб, вот этим вот, с его подвесом, диффузором, ну реально. Это можно назвать мужской мягкой игрушкой. Можно даже свою девушку пригласить в магазин автозвука и сказать, что сейчас вы будете покупать мягкую игрушку. Вот она, скорее всего, с вами пойдет. А вы купите сабик и объясните, что он тоже имеет свойство быть мягким. Как провести стрим, чтобы его никто не смотрел? Сашка, Юг России. Так, ну проводите его с чужого аккаунта, ребят, сразу. То есть, если вы хотите провести стрим, который никто не будет смотреть, то с аккаунта. У нас сейчас история какая-то. То есть, у нас есть вот стационарное видео, которое мы снимаем. Мы делали прикольные эти, поговорим за автозвук, тему, да. Но вот я ни разу, честно скажу, не проводил трансляции, если только соревнования. Не вижу в них, честно, смысла. То есть, поговорить про автозвук можно, мне кажется, только при каком-то личном контакте, где-то на тусовке, соревнованиях или у нас в магазине. Мы вас приглашаем в гости. Если вы с Челябинской, Екатеринбургской области или проездом здесь. У нас магазин, мы не вот раз вы пришли и продали, мы общаемся. К нам очень много ребят приезжают уже, когда им ничего не нужно, просто поговорить в каком-то проекте, что-то обсудить. Вот у нас есть чай-кофе. Приезжайте в гости, заезжайте, просто общаться. Мы с удовольствием всех встречаем и здесь с удовольствием пообщаемся. Какой автомобиль выбрать для автозвука? Павел Челябинск. О, с нашего города. Паш, ты что ли мне задавал? Нет. Желательно, ребят, чтобы был люк, панорамная крыша обязательно. Лучше, чтобы тачка была старая, чтобы был кузов старый и постоянно ломался. Именно машина должна постоянно ломаться. И присутствие глинилья на кузове – это главный критерий выбора. Теперь по-честному, какой автомобиль выбрать? На самом деле тут нужно сначала определиться с бюджетом, а потом определиться, какую историю автозвука вы хотите собрать. Тут направлений сейчас много. Есть SQ-автозвук, качественный автозвук. Нам не нужна жесткость кузова. Есть максимальное звуковое давление, есть смесь, максимальное звуковое давление и громкость. Надо с этим определиться. И после этого уже, конечно, можно подбирать автомобиль. Потому что, если вы хотите создать максимально классное звуковое давление, то автомобиль с люком, автомобиль с такой хлипкой конструкцией, где двери не особо плотно держатся, где его надо очень сильно шумить и жесткость конструкции обустраивать, то это будет проблематично и сложно. Поэтому, если мы идем в историю SPL, то машина необходимо подбирать реально с теми реальными, которые есть. Потому что у нас было куча случаев, когда была машина с люком, люк пришлось заварить. Сейчас будем делать, кстати, в одном из проектов. Ну, короче, много всего. Когда был кузов с четырьмя дверьми, там двери все ходили, отовсюду был ветер, отовсюду пытался воздух выйти. Очень сложно так сделать. Поэтому все-таки надо брать какой-то более автомобиль именно под ваши задачи. Как вы придумываете название для своих проектов? Роман Волгоград. Мы смотрим часто разное страшное кино и выбираем героев, которые нам симпатичны. В принципе, мы делаем так. На самом деле, классно, когда есть название проектов. Если вы заметите, в каждом городе есть разные проекты. Вот мы, на самом деле, одиннадцатую пока еще никак не назвали. По сути, уже, наверное, можно придумать название «Слоненок». Потому что у нас есть шлем слона. И она серого цвета. Вот, кстати, машина, ребят, это у нас Фредди Додж. Ребята вообще супер. Вася с Ромой это прям топчики лучшие. У Коля я не знаю, как этот Додж назывался. Он тот тоже. Это Элантра синяя фурия мы назвали. Ну, честно, мне вот не особо этот синяя. Не нравится, не знаю почему. Как-то вот не пошло, не очень. Это у нас была просто четырка. Вот у Миши М, я не знаю, как его проект называется. Он, наверное, просто машина. Просто машина Герц, да. Ну, все, ребят, на сегодня достаточно. Вот, если честно, автозвук это огромнейшее увлечение с огромными направлениями. Это все очень интересно и классно. Поэтому, кстати, у нас сейчас появилась команда автокаста Team. Что это значит? Это ребята, которые с нами давно дружат, у нас свои проекты собирают, приезжают, покупают. Сами энтузиасты. И мы вот решили сделать для команды форму. В команде у нас 4-5 человек. 6 может вот, чтобы отличаться немного, мы вот такие сделали штучки. Приезжайте к нам, если вы захотите прям собрать проект. Будете где-то ездить, где-то присутствовать, у нас нет никаких обязательств. Мы, собирая у нас проект и ездя на тусовки, мы постараемся вас обеспечить вот таким вот фирменным марчем. Больше ничего не надо особо. Просто ездите, дружите, общайтесь. Главное общаться. Все, фирменную уральскую пятерочку. Вся Россия от Калининграда до Владивостока. Кстати, видос, наверное, выйдет. Я уже побываю во Владивостоке. Это будет круто. Я скоро лечу во Владивосток. Посмотрю там АМТ, посмотрю, какие там проекты собирают. Вот и постараюсь все для вас снять и показать вам. Фирменную уральскую пятерочку. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok